Всем привет, я Макс, и сегодня мы посмотрим Nokia 6. Его анонсировали совсем недавно. Это первый долгожданный аппарат от финской компании. И напомню, Nokia уже не принадлежит Microsoft. За первые дни на этот смартфон сделали миллион предзаказов, что говорит, что Nokia имеет хорошую популярность. По начинке процессор восьмиядерный, Qocom Snapdragon 430, оперативной памяти 4 гигабайта и 64 встроенной. Также поддерживает карты памяти до 256 гигабайт. Дисплей 5,5 дюймов, камера на 16 мегапикселей основная и для селфи на 8. Аккумулятор на 3000 мА. Также поддерживает 4G, GPS, GLONASS и сканер отпечатков пальцев на лицевой стороне. Данный смартфон ждали долгое время. И конечно многих привыкших китайским смартфонов он расстроил. Тем, что для своей начинки он дороговат. Но если сравнивать с европейским рынком или русским, то цена приемлемая. Nokia хоть и будет производиться в Китае, но разработкой заниматься теперь будет финская компания. И напомню, это первый смартфон, с которого начнется возрождение бренда. В начинке данного смартфона нет ничего особенного. И это явно не флагман. Но имеет достаточную производительность для игр, программ и тем более браузера. Или социальной сети. Хоть и не выдает потрясающих результатов в бенчмарке, но система работает стабильно. А 4 гигабайта оперативной памяти дают отличную многозадачность. Плюс ко всему этому 64 гигабайта встроенной памяти. Это совсем не мало. Ведь также напомню, встроенная память является быстрее, чем мы можем купить дополнительно в виде microSD карточек. И соответственно, такая память стоит недешево. Можно вспомнить то, что продается на том же китайском рынке. Ли Эко, либо Xiaomi. Где цена разнится в 100, а то и 150 долларов, лишь из-за того, что в них разная память. Поэтому половина стоимости данного смартфона – это лишь оперативная и встроенная память, которая в данный момент является важнее, чем мощность процессора. Дальше на что следует обратить внимание – это, конечно, камера. Она без оптической стабилизации, но имеет программную. Справляется данная камера лучше некоторых смартфонов. Допустим, даже того же OnePlus 3. Фотографии получаются четкие. Хорошо настроена передача цветов. А также в темное время суток получаются хорошие фото. В общем, по части фотографии и видео данную камеру можно приравнять почти к топовому сегменту. Что, безусловно, плюс. В остальном в смартфоне всё неплохо. Это 4G с хорошим диапазоном частот. Аккумулятор ёмкий, чего будет достаточно для полноценной работы на один день. А также имеется самый свежий Android 7.0. Ну а на этом всё. Спасибо за просмотр. Ну а если вам нужна помощь в выборе смартфона или техники, обращайтесь на наш портал. Удачи и пока!